Приток туристов на Ленские столбы увеличивается с каждым годом. Перед руководством парка стоит задача обеспечить круглогодичное посещение. В год содействие занятости планируется обеспечить работой жителей сел Хангаласского района. Подробнее в сюжете с Рыгаланой Ильиной. В этом году Ленские столбы посетили на 2000 туристов больше, чем в прошлом. Об этом рассказал директор природного парка на традиционном закрытии сезона. Добиться того, чтобы парк мог принимать туристов круглогодично. Вот одна из главных целей, добавил он. В год экологии в целом по республике ставили следующие задачи. Проблема отходов стоит не только в данном Лусе, она и есть. По всей республике есть у нас сегодня 407 свалок. Это по новым законам, по новым требованиям. Они не соответствуют данным требованиям. И данный вопрос точно так же стоит и в Хангаласском Лусе. Проблема питьевой воды тоже самое. Оно стоит, отсутствие канализационных станций, отсутствие очистных станций, оно есть везде. Подписание трёхстороннего соглашения между природным парком Ленские столбы, государственным автономным учреждением технопарк Якутия и Институтом экономических проблем Севера призвано создать условия для развития территории природного парка, что даст возможность открыть новые рабочие места. В годном послании Егор Афанась объявил следующий год, годом содействия занятости населения. В этом плане парк граничит с девяти муниципальными образованиями. Это девять наслегов от Исити до Качикатцев. И мы думаем, что основная задача, которую мы будем выполнять в рамках этого послания, это создание новых рабочих мест, которые нам позволят новый статус национального парка. И, я думаю, каждым наслеги наши жители и члены родовых общин могут и будут приняты на работу в наш парк. Тем самым мы, я думаю, займём порядка 70-80 человек. Таким образом, создание новых рабочих мест будет организовано в девяти наслегах от Исити до Качикатцев. Сарглана Елина, Александр Ирков, НВК Сахахан, Галаски-Улус.